Маска. Дань моде или действительно средство от коронавируса? Сегодня узнаем, спасают ли они вообще. Эта программа проверена. Здравствуйте. Пройдёмся по аптекам, посмотрим, что там у нас с масками происходит. Там маски есть у вас? А у вас маски есть? Нету масок? Скажу честно, пробегали мы с оператором часа два по разным районам столицы в поиске масок. Ведь носить одноразовое больше двух часов не рекомендуют врачи, да и указания президента нарушать, знаете ли, не хотелось. Сегодня я смотрю утром новости по нашему телевидению. Наши журналисты берут интервью, никто из них не носит маски. Никто. Но если журналисты не носят маски, то что же можно сказать о простой границе? Поэтому давайте будем относиться очень серьёзно. Это опаснейшая болезнь. Согласны с президентом, да только где их найти-то? Ни в одной опеке ничего нет, понимаете? Этого нет, спирта нет. Тогда я не понимаю, так получилось, что мы не готовы сейчас, допустим. Я кинулась, дома две маски. Вы с какого канала-то? С Хабара. Мы вот как раз... А вы всё равно это не показывали. Честно говоря, глядя на всё это массовое безумие, уже трудно понять, что опаснее. Сам коронавирус или тот страх, который он вселяет в людей? Маска одевается только в двух случаях. Первое – это когда пациент, скажем, имеет признаки простудного заболевания, насморк, кашель, чихание, то такой человек должен одевать маску. Второй момент – это должны люди одевать маску те, которые были в контакте с этим человеком. Во всех остальных случаях маска абсолютно не нужна. Не масок, ничего нет. Ну как это выйдет? Мы ни к чему не готовы, нам нельзя снимать. Разрешите, не спрашивайте, подробно. Мы хотели спросить, просто маски-то есть, нет? Пожалуйста, за руководство. Нет, а вы что, не можете сказать, есть маски? Маски сейчас нет. Вы в день получаете маски или нет вообще? Пожалуйста, понимаете, вчера выступали. Да, у вас ничего нет, вы видите? Вот люди нервничают, где-то прям вот взяли нас и выгнали вообще. Как будто бы это, я не знаю, вакцина от коронавируса. Вот в эти дни, как это все началось, как ЧП ввели в стране, маски вообще не привозили? Нет, нет. Интересно. Кстати, нам часто так отвечают, куда вы развозите маски? Объясните, да, кто забирает эти маски, о которых вот в правительстве говорят, что их тысячами закупают. Будем искать. Хотя на бумаге вроде бы их достаточно, вы мне докладывали. А с другой стороны, люди жалуются на то, что в аптеках по-прежнему дефицит этих масок. Почему? Я думаю, что это спекуляция. Вы где купили маску? В аптеке. Есть у вас возле дома, да? Были, два дня назад. По спекулятивной цене купили? Или по нормальной? По спекулятивной. По сколько? Где-то 30 метров, что ли. И общая у нас сумма там. 300? Да. Есть спрос, будет и предложение. Предприимчивые казахстанцы решили воспользоваться ситуацией, как говорится, сорвать куш на фоне дефицита медицинских масок. Новостные ленты запестрили заголовками о подпольных складах и незаконной продаже. Работа проводится в усиленном режиме, сотрудники постоянно работают. А как вы их выявляете? Они же по интернету, то есть вы пробиваете номера? Контрольную закупку производят оперативники, якобы закупают товар и находят. Все изъятые медицинские маски и антисептики, они все передаются в медицинские учреждения на территориальные соответствующие территории. В какие именно учреждения передают товар, не уточнили. Но антибактериальные средства в аптеках сегодня так же, как и маски. Навес, золото. Но ничего. В таких условиях в ход хорошо идет народная медицина. Адраспан – это еще и ядовитое растение. И в больших дозах может вызвать нарушение дыхания, галлюцинации, повышение давления и даже слюнотечения. Так что будьте осторожнее. Тем более-то от коронавируса он не спасет. Хотя в этом конкретном случае трава действительно помогла, благотворно повлияв на сознание продавцов. Цены здесь на маске, говорят, не поднимали. Вот совсем. С незаконным ростом цен решили бороться административными методами. По всему Казахстану установят предельную цену на маски. Что касается дефицита, то тут подключили швейные фабрики и фармацевтические предприятия по всей стране. При полной загрузке они могут производить до миллиона масок в сутки. А пока в погоне за средствами защиты мы готовы нарушать все условия карантина. Вот собираемся толпами, дистанцию не соблюдаем. Очередь здесь? Да. У нас карантин, у нас больше пяти человек нельзя собираться вместе. А вы тут стоите все. Вы знаете, что больше метра на друг друга лучше не подходить. А вы толпой прям стоите, друг другу дышите в затылок. Бесполезно. Люди просто в панике. Потому что весь мир, вот сейчас это самое, люди в панике и все. Как думаете, через сколько время это все закончится? Это ажиотаж-то и с масками, с лекарствами? Месяц? Ну не знаю, мне кажется, долго это не будет продолжаться. Люди все-таки, мы все понимаем, что это временное явление, все будет нормально. То, что сейчас у нас вот все и повсюду ходят маски, они каким-то образом даже вредят себе. Поскольку маска, она плотно прилегает к лесу. Человек пока дышит, он создает влажную среду. И эта влажная среда является очень хорошей питательной средой для размножения различных микроорганизмов, в том числе вирусов. Есть желание постоянно ее потрогать, поправить, подышать, еще раз на себя одеть. В этот момент они грязными своими руками инфицируют лицо. Инфицируют лицо, значит, все может попасть на слизистую нос, рта, глаз. А зачем масочку надеваете? Для профилактики. Для профилактики? Конечно. А вы вот так вот что-то прокладываете там? Или просто масочка одноразовая? Сказать будет неудобно. Почему? Потому что прокладка есть. А есть, ну правильно, поделитесь, вы чем делаете? Обыкновенная женская прокладка. А, классно, а вы ее пробитываете, да? Масло чайного дерева или какое масло есть, спехтое, или какое-то, оно обязательно будет защитой. А вы сколько вот такую масочку с прокладкой женской носите на носу? Я только в город выехала. Любая маска имеет свой срок действия. Скажем, если приводится карантин в лечебном учреждении, то эта маска должна меняться каждые, скажем, 4 часа. Если пациент непосредственно уже с признаками, то там маска меняется чаще, каждые 2 часа. Вот нам тоже такие строительные маски дали? Они говорят, что они такие больше защищают. Они как-то, разница есть у вас? Ну, это многоразово. Просто его, когда домой приводишь, обрабатываешь антисептиками, и можно там неделю ходить в них. Да? А вот такая маска, это маска-респиратор, она отличается от обычной маски тем, что она более защищенная. Здесь находятся угольные фильтры, которые не дают поникновению различных микроорганизмов. Да, конечно, такую маску можно носить гораздо дольше. День-два? Нет, не более суток. Слушайте, ну вот эти вот сейчас хендмейт везде, все чего-то, кто-то шьет маски, туда, значит, масла. Нужно ли это делать вообще? Вы знаете, я считаю, эти люди себе в какой-то степени вредят. А вот они говорят, она многоразовая, то есть тряпичная, вы ее стираете, обратно надеваете. Это вообще рекомендуют врачи делать? Эти вещи можно делать, если проходит достаточно правильную стирку и глажку. Тоже хендмейт? Или купили где-то? Я сама шила. Сами шили? По спекулятивной тене не покупали? Сейчас контрабанды много. Нет? Почему мне это надо, если я сама шила? Да? А если вы сами шьете, почему не поставляете в аптеку? Может быть, люди покупали бы. Ночью шьем, днем работаем. Нет? Нереально. Реально или нет, но Касымжумар Тукаев потребовал в срочном порядке обеспечить население масками. А пока правительство оперативно решает эту задачу, некоторые предприниматели уже действуют и раздают их, например, бесплатно, как в этом магазинчике, уязвимым слоям населения. Тем, кто в зоне риска, да, вы отдаете? Пожилым людям? Пожилым людям. Я не проканаю, да? Вы за масочкой пришли, да? Да, я, бабушкой. Я вам даю, вам еще тут две. Ну, бабушка сзади идет. Да, да, да. Тут по две, да, масочки? По две, у нас человека по две маски нам. По две масочки. Документ не щелет? Документы не надо, представляете? Это бесплатно. Ага, спасибо. Это бесплатно. Пожалуйста, на здоровье не болейте. В завершении программы хочется сказать, давайте будем поменьше паниковать. Ведь, как известно, любая нервотрепка подрывает защитные силы организма. А иммунитет в период гриппа и урви нам еще, ох, как знаете ли, потребуется. Бережем себя и заботимся о пожилых людях. А как сами профилактикой на карантине? Что делаете? Как что делаете? Гигиена прежде всего. Гигиена, зарядка, холодный душ утром. О, молодцы. Вы всегда так жили, да? Да, да, да. И рекомендуете вашего возраста тоже, да? Не рекомендую. Не каждому это идет, не каждому это нравится. Ага, каждый под себя. Конечно. Каждый как может. Ну, будьте здоровы. Спасибо вам большое.